Как мы молимся, если думаем, что Бог может дать нам какой-то бесполезный подарок? А как мы молимся, если думаем, что Бог может дать нам даже что-то, что нам навредит? Как молимся, если Богу нельзя доверять? Если Он ненадежный? Как мы молимся, если думаем, что Бог далекий, недостижимый, и что им нужно как-то манипулировать, чтобы что-то получить? Здесь речь идет о нашем представлении о Небесном Отце. Вы можете сказать, мой земной отец не был хорошим отцом, его никогда не было рядом, он не защищал меня и никак не обеспечивал нашу семью. Но, к счастью, через Иисуса Христа у нас есть откровение о том, какой наш Отец Небесный на самом деле. Давайте остановимся на этом и поговорим о том, каким Иисус показал нам Отца. Потому что наше представление о Небесном Отце – это основание нашей молитвенной жизни. Иисус представил ученикам Своего Отца как того, кто всегда рядом. Этот Отец следит за вашей жизнью и внимательно слушает ваши молитвы. Такова Его природа и таково Его отношение к вам. Он знает, что вам нужно, еще до того, как вы попросите об этом. Его не нужно информировать об этом. Иисус начинает молитву, которую мы называем «Отче наш», словами «Отче наш» на небесах. Он мог бы начать со слов «Наш суверенный правитель» или «Наш творец», но Он выбрал слово «Отец». На арамейском «Отец» – это «Абба». Евреи до сих пор используют это слово для обозначения своих земных отцов. Ехим Джерамайас в своей книге «Молитва Иисуса» пишет, что нигде в древнееврейской молитвенной литературе обращение к Богу как «Абба» не найдено. Это повседневное слово. Слово из повседневной речи. Но ученики Иисуса – это семья. Иисус приглашает нас в такие же близкие отношения, какие Он имеет с Отцом. Это живые отношения. Позже ученик Иисуса, Иоанн, написал, «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Это 1 Иоанна 3.1. То есть мы имеем право использовать семейный язык во время своих молитв. Слово «Отче наш» несут в себе власть, а также близость. Мы можем сидеть на коленях у Отца и разговаривать с Ним. А еще наш Отец на небесах, и это говорит нам о том, что Он правит всем. Так у нас складывается образ прекрасного, любящего Отца, который всегда рядом, и при этом Он суверенный. Он не только добрый, но и могущественный. Псалмопевец говорит нам, «Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него». Это Псалом 33.9. Истина о том, кому мы молимся. Все меняет. Если Бог равнодушный, слабый, отчужденный, молчаливый, тогда мы обречены бессмысленно бубнить и рассчитывать на какие-то странные магические формулы. Но если Бог суверенный, сильный и внимательный, а также любящий и говорящий, тогда мы будем молиться совсем иначе. Наш Небесный Отец сказал бы моему земному Отцу, Абраму, то, что Иисус сказал в 11 стихе. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему Него. Абрам, твоя родительская любовь, никогда не сравнится с моей. Обратите внимание, что Иисус говорит, «Вы, будучи злы, даже самые лучшие земные отцы грешат, и они лишены славы Божьей». Наши земные родители имеют врожденное желание делать для своих детей самое лучшее. Но у всех нас есть недостатки из-за грехопадения человека. Грех вошел в этот мир из-за грехопадения Адама и Евы. Иисус понимает, что люди по своей природе эгоцентричны. В центре их жизни не Бог. Он понимает, какие люди на самом деле. Тем не менее, они могут давать хорошие подарки своим детям. А если Бог невероятно добрый, то насколько лучше дары Он может давать своим детям, которые просят Его об этом. Иаков, брат Иисуса, пишет в Иакова 1.17, «И всякое даяние доброе, и всякий дар совершенный не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения, ни тени, перемены». Нашему Небесному Отцу можно доверять каждый день. Он любит давать добрые дары. Это и есть основание для молитвы. У нас есть добрый, любящий и всегда присутствующий с нами Отец. Поэтому молитесь уверенно. Молитесь с уверенностью в Боге. Иисус сказал, «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий, просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят». Можно просить все, что угодно? Разве мы тогда не похожи на Аладдина, а Бог на нашего личного джина? Неужели можно просто потереть нашу молитвенную лампу, и Бог сразу же появится, чтобы ответить на нашу любую просьбу? Или же Он просто как дедушка, который обожает баловать своих внуков? Нет. Давайте вставим эти слова Иисуса в библейский контекст. Очень часто седьмой стих просто вырывает из контекста и использует как какую-то магическую формулу, так будто бы Бог — это банкомат. В седьмой главе Иисус подводит к концу Нагорную проповедь. Я уверен, что ученики спрашивали себя, как мы вообще сможем исполнить все эти пункты в реальной жизни? Как мы можем ходить в кротости, когда нас будут обижать сильные? Как кто-то может иметь чистое сердце в этой развращенной системе? Где нам найти любовь для наших врагов? Как нам избежать крайностей и не быть негативным критиком или наивным просточком? И мы задаемся те же вопросами, не так ли? Иисус сказал, «Просите, и дано будет вам». «Просить» означает «прийти к отцу со смирением и верой». Прийти так, как приходит ребенок, ожидая получить. Что говорит Иисус? В Матвея 21 Иисус въезжает в Иерусалим на сли, как смиренный царь Израиля, их мессия. Власти Израиля отвергли и очернили его. А на следующий день, когда он снова пришел в город, он проклял смоковницу, которая символизирует еврейскую религиозную систему. Ученики видели, как дерево засохло у них прямо на глазах. И вот как они отреагировали. Увидев это, ученики удивились и говорили, как это тотчас засохла смоковница. Иисус же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но если и горейся и скажете, поднимись и ввергнись в море, будет, и все, чего не попросите, в молитве с верою получите». Гора — это символ чего-то невозможного. Иными словами, если вы будете молиться с верой, то Бог сделает то, что для вас невозможно. А Бог всегда делает для вас невозможное. Или же вопрос в том, чтобы иметь достаточно смелости и попросить Его о чем-то. Писание поможет нам разобраться в этом. Послушайте, что сказал Иисус в своем последнем, продолжительном разговоре с учениками перед тем, как пойти на крест. Это описано в Иоанна 14, 17. Иисус хочет, чтобы ученики знали, что они могут обратиться к Отцу и ожидать ответа. И о том, чтобы просить и получить, Он говорит не менее пяти раз. Иоанна 14, 13 и 14, 14. «Если чего попросите у Отца во время Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Если чего попросите во имя Мое, то сделаю». Иисус говорит о том, чтобы мы просили во имя Его. Иоанна 15, 7 продолжает. «Если будете во Мне, и слова Мои в вас прибудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». То есть мы должны пребывать в Иисусе. Если мы будем в Иисусе, то Его слова будут в нашем сердце, и мы будем просить согласно Его воле и Его характеру. Позже в 1 Иоанна 5, 14 Иоанн пишет, «И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего, по воле Его Он слушает нас». То есть мы должны молиться в соответствии с характером Бога и Его волей. «А какова Его воля?» Что хорошего Отец желает дать каждому из нас? Иисус открыл нам волю Отца в Своей Нагорной проповеди. «Если вы не жаждете праведности, то попросите это чувство голода. Если вы не кроткий, не чистый сердцем и не смиренный, то попросите об этом. Попросите о том, чтобы Дух изменил ваше сердце. Если вы не соль земли и не город на вершине холма, то попросите о смелости. Если вы полны похоти и желания грешить, то просите об освобождении. Если вам сложно простить кого-то, то молитесь о более глубоком понимании Божьей благодати, а также примите решение простить. Если деньги стали сокровищем вашего сердца и вы хотите получить свободу от этого, то попросите об этом. Если вы не разбираетесь в людях, просите мудрости. Если вам не хватает любви и вы думаете о том, чтобы изменить своему супругу, просите любви, а также верности. Если с вами неправильно поступили и вы рассержены и хотите отомстить, просите об исцелении и любви к врагам. И Бог сдвинет эти горы. Древняя китайская пословица гласит, проще сдвинуть гору, чем изменить чей-то характер. Или же ее можно перевести так, гору сдвинуть можно, а чей-то характер не изменить. А что бы на это сказал Иисус? Он сказал бы, «Гору вашего характера можно сдвинуть, а вы можете измениться в мой образ с помощью Духа Божьего». Иисус четко и ясно сказал в Иоанна 15,14, «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Вы друзья мои, если исполняете то, что Я заповедую вам». Не вы избрали меня, а Я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш прибывал, дабы чего не просите Отца во имя Мое. Он дал вам. Мы друзья Иисуса. Если мы любим друг друга, как Иисус полюбил нас, и мы должны приносить плод любви, а если мы просим Отца о любви, то Он даст ее нам. Он этого хочет. Помню, как я участвовал в одном семинаре с британским теологом Джоном Стотом. Он говорил о том, что мы ежедневно молились и просили Бога одарить нас дарами Духа. Это любовь, мир, радость, терпение, благость, верность, кротость и самоконтроль. Это молитва об изменении характера, силой Духа. Можем ли мы довериться Отцу, чтобы Он наполнил нас Своим Духом и изменил нас? В Луки 11, 13 Иисус говорит, «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». Просьба о том, чтобы получить Духа Святого и наполниться им. Бог исполнит, потому что это Его воля. На такие молитвы Он любит отвечать. Итак, пребывая в Иисусе и в Его Слове, мы будем просить о Духе Святом. Мы будем просить о любви к Отцу и ближнему. А также мы будем молиться с ожиданием, потому что Бог отвечает. Молитесь, ожидая, потому что вы знаете, что молитесь в соответствии с волей Небесного Отца. Некоторые люди извращают эти слова Иисуса и продвигают теологию, суть которой в том, что Бог ожидает, чтобы мы знали, чего мы хотим, и Он дает нам добрые дары. Поэтому мы приходим к Нему с нашими просьбами и смело просим того, чего мы хотим. Здание, жену, новую работу, отпуск, и если у нас достаточно веры, то Бог сделает это. Но это учение далеко от слов Иисуса и учение Библии. Но возникает еще одна дилемма. Комментатор Майкл Уильямс рассказал интересную историю. Людей пригласили выступить с речью в его университете. Они должны были говорить о том, как найти волю Божью для своей жизни. Ключевым стихом первого спикера был Псалом 45, 11. «Остановитесь, познайте, что я, Бог, я буду превознесен в народах, превознесен на земле». Его проповедь называлась «Отпустите все и впустите Бога». Он говорил о том, чтобы дать Богу контроль над своей жизнью и в этом обрести мир. Студентам предложили найти тихий уголок и обратиться к Богу. Им нужно было отпустить все свои попытки, амбиции и планы. «Отпустите все и впустите Бога». У второго выступающего ключевым стихом был Матвея 7, 7. «Просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам». Его проповедь называлась выбивая двери. Он акцентировал внимание на личной ответственности студентов. Они должны были практиковать свою веру, искать возможности бороться с Богом и пробовать различные альтернативы. И якобы они узнают волю Божью, только если будут делать шаги веры, потому что движущиеся машины направлять проще, чем припаркованную. Поэтому выбивайте двери. Студенты были в замешательстве. Советы, которые они получили от спикеров и Слова Божьего, полностью противоречили друг другу. Но так ли это? Мы, последователи Иисуса, часто сталкиваемся с дилеммами, которые вызваны парадоксами. Парадокс — это любая вещь, человек или ситуация, демонстрирующая противоречивый характер. Может, они и не противоречивы, но кажутся таковыми. Один спикер призвал студентов успокоиться, основываясь на Писании, а другой призывал их искать и стремиться, и тоже основываясь на Писании. Что же им делать? Когда мы сталкиваемся с дилеммой, вызванной явным парадоксом, мы склонны вдаваться в крайности, то есть мы принимаем одну сторону и исключаем другую, а вместо этого нам нужно попытаться соединить их. Оба спикера говорили о двух методах, которые следует использовать в поисках воли Божьей, о Божьей суверенности и личной ответственности человека. Когда мы молимся и спокойно сидим в присутствии Отца и проявляем упорство и настойчивость, у нас бывают моменты молчания, а также моменты, когда мы изливаем наше сердце перед Отцом. Спокойствие и активное ходатайство дополняют друг друга. Библия говорит, что мы должны услышать от Бога направление, а также искать это направление. Если мы выберем только спокойную сторону, то можем дойти до мистики и уже будем не в силах распознать Божью волю, открытую в Писании. А если мы выберем активную сторону, то можем стать агрессивными, молитвенными воинами, которые будут думать, что исполнение воли Божьей и приход Его Царства зависит от нас, тогда решающими факторами станут наша воля и наша вера. Здравая молитвенная жизнь включает в себя периоды молчания и периоды активного ходатайства, основываясь на открытой воле Божьей. Если мы погрузимся в слова Иисуса из Нагорной проповеди, то так мы заложим основания для нашей молитвенной жизни. Мы будем молиться о том, чтобы имя нашего Небесного Отца было прославлено, чтобы исполнялись планы Его Царства, чтобы на земле распространялась культура небес. Но если наша жизнь не отличается культурой небес, то мы можем попытаться заставить нашего Отца работать на нас. Иаков писал первым последователем Иисуса в Иакова 4.2 «Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите». Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Нам нужно просить в соответствии с сердцем Бога, с Его желаниями. Иисус сказал, «Просите и дано будет вам, ищите и найдете». А что мы должны искать? Писание говорит об этом четко и ясно. В первой книге Паралипоменон отец говорит юному Соломону, «Если будешь искать Меня, то найдешь». Но Соломон пошел за другими вещами. Когда народ Израиля оставил свои отношения с Богом, они оказались в изгнании. Но Отец Небесный обратился к ним через пророка Еремию. Еремия 29,11, «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Он обещал, что они найдут Его. Ищите и найдете. Чего же мы ищем на самом деле? Нам нужен сам Бог или то, что Он может нам дать. Например, нет ничего плохого в том, чтобы молиться о том, чтобы у вас появилась жена. Но не нужно молиться о жене больше, чем о трансформации нашего сердца. Неужели жена нам нужна больше, чем Бог? Иисус сказал Своим ученикам в Матвея 6,33, «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Прежде всего, ищите того, чтобы Бог воссорил в вашем сердце, в вашей семье, в вашей церкви, в вашем городе. Ищите того, чтобы изменяться в образ Иисуса. Стремитесь к Его праведности в вашей жизни. В Псалме 33,10 сказано, «Скимны бездействуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе». Помните Авраама? Ему нужен был сын, чтобы исполнить Божьи обещания. Они с женой были уже старыми, но когда они прославляли Бога, их вера становилась все сильнее и сильнее, так сказано в Римлянам 4. В итоге Он смог поверить, что Его Отец Небесный может оживить мертвое и призвать к существованию то, что еще не существует. Эта уверенная надежда была плодом Его близких отношений с Отцом. Авраам был настойчивым в своей молитве. Иисус говорит нам, «Стучите, и отворят вам». Призыв стучать подразумевает упорство, настойчивость и усердие. В Луке 11, сразу после того, как Иисус учил учеников молиться, Он сказал и сказал им, «Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему, а тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могут встать и дать тебе». Если говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. Я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам». К чему ведет Иисус? Зная нашего небесного Отца и зная Его волю, мы должны быть настойчивыми в молитве и ожидать, что Бог откроет двери. Мы молимся о том, чтобы открылись двери и понимание того, каков наш Отец. Мы молимся о том, чтобы открылись двери в нашем сердце и пришло Божье царство в наши семьи и в наши дома. Мы молимся о том, чтобы открылись двери наших сердец для Святого Духа. Мы молимся о том, чтобы наш характер менялся. Мы молимся о том, чтобы наш неверующий муж, ребенок или родственник открыл свое сердце для любви, силы и исцеления нашего Отца. Мы молимся с настойчивостью. Мы продолжаем просить, искать и стучать, потому что наш Небесный Отец слышит нас. Он любит нас и готов исполнять Свою волю. Параллельные ответы, которые мы видим в 8 стихе, дано будет вам, найдете, отворят вам, уверяет нас в том, что Отец ответит на наши молитвы. Это не только для нескольких элитарных учеников. Иисус сказал, что это для всех, для каждого Его ученика. Лучшие дары, перечисленные Иисусом в Нагорной проповеди, доступны любому ученику, который просит, ищет и стучит. Поэтому мы молимся настойчиво, будучи уверены, что наш Небесный Отец милостиво и охотно предоставит нам то, что нам нужно, добрые дары Царства в соответствии с Его суверенной и милостивой волей. Давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за то, кто Ты. Ты благой и любящий и верный, а также Ты суверенный. Ты царствуешь над всем. Все в Твоих руках. Помоги нам следовать тому, о чем говорил Иисус. Дай нам искать Тебя всем сердцем. Пусть Твое Царство и Твое правление придут в нашу жизнь, в наши дома и семьи. Мы молимся, да будет воля Твоя, а не наша. Меняй нас в свой образ, чтобы мы отражали Тебя всем вокруг. Господь, там, где нам не хватает любви, наполни нас Своим Духом. Произведи в нас плод любви. Помоги нам любить Тебя и всех вокруг. Помоги нам прощать, когда нас обижают. Помоги нам ходить в кротости, смирении и чистоте сердца, потому что Ты творишь в нас что-то новое. Господь, спасибо за то, что открыл нам Свою волю через Иисуса и через Твое записанное Слово. Помоги нам находить время, чтобы сидеть с Тобой и слышать Твои инструкции для нас. Пусть все это глубоко проникает в наши сердца. И пусть мы будем полны радости. Мы будем молиться уверенно, потому что Ты верен всегда. Мы славим Тебя и благодарим во имя Иисуса. И пусть благость Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа будут со всеми нами. Во имя Иисуса. Аминь. Будьте благословенны. Будьте благословены. Бог благословенны. Продолжение следует...